Славь душа, Господа, славь душа, имя святое его. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. И когда мои силы не согнут, на закате дней, когда время придет, и душа моя, тебя добудет, славит. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа, славь душа, имя святое его. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое его. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Славь душа, Господа, славь душа, имя святое его. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Бой ему, как имя брат, твой душа, благослови Господа. Славь душу, как имя брат, твой душа. Наш Бог так верит в бой со мной. 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 Времен всех Господи начало и конец, начало и конец. Господь наш ты едит, Дух Отец и Сын. Наш Бог так верит в бой со мной. 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 Все хвалы достоин он, Душа поет наш волк. 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 В кольцо поет наш волк. Потому что нет иного другого, перед которым преклонится всякая колеба. Ты сотворивший видимое из невидимое. Ты сошедший на эту землю и принесший позорную смерть ради нашего спасения. Для того, чтобы открыть нам дорогу в небо. Мы преклоняемся к Тебе, великий Боже. Мы словословим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы любим Тебя. Мы, Господь, желаем быть верными Тебе до последнего вздоха жизни. Мы желаем благовестных Твоё святое имя на крае земли. Мы желаем восхвалять Тебя. Мы желаем оплатить цену для того, чтобы идти в путь посвящения. Спасибо Тебе, Господь, Благодарим. Мы благословляем, Господь, полезную церковь друг друга. Мы благословляем всех слушателей. Мы благословляем, Господь, этот город. Мы благословляем детские сады, школы, больницы. Мы благословляем мэрию. Все, кто следует руля, пусть Твоё, благое слово достигнет их. Пусть соль и свет войдёт на Диме стан, туда, где самая жуткая ситуация. Придёт Твоя свобода, Господь, Благодарим Тебе. Попоняемся Тебе, Господь Величественный, чудесный, благословенный. Спасибо Тебе за присутствие Духа Святого. Спасибо, что Ты сегодня на этом месте накрыл нам стоп с язвами, откуда мы можем питаться и питать свой дух. Спасибо, драгоценный, что Ты собираешь нас, как птицы птенцов, под крылья свои, от своей подъедущей величественной любви. Дарусь, что мы тут благотать. Спасибо, Господь. Халлилюмия. Халлилюмия. Халлилюмия, благоценный. Хвала Тебе. Давайте воспрещем Господу. Руко Христа и благословенный, славный, благословенный. Попоняемся, Господь. Это Тебе, Господь. И славный сердце. Спасибо Тебе, Могущество. Халлилюмия. И весь народ скажет Аминь. Дорогие, присаживайтесь на свои места. Мы приглашаем воскресную школу. У нас сегодня сразу несколько мероприятий. Детки, проходите пока. Как видите, красиво накрытый стол. Это у нас сегодня праздник шахты. Благодарение Богу. У нас сегодня день рождения в церкви. Нам 4 года. У нас сегодня еще будет интересное событие, которое вы узнаете позже. Но сейчас мы приглашаем. Мы рады видеть наших деток. Это наша воскресная школа. Слава Богу, что у нас есть дети. Там, где нет детей, там, можно сказать, умирающая церковь. Мы не хотим умирать. Поэтому мы всегда рады, когда у нас детки. И детки сегодня хотели бы тоже поделиться тем, что они имеют. Мы каждый делимся всем за тем, что мы имеем. Чтобы хватило нам и тем, кто рядом с нами. Замечательно. Слава Богу за всех мальчиков и девочек. Будьте благословены. И я передам микрофон учителю воскресной школы. Она поведет. Алина Луислава, Господи Церковь, добрый день. Я всех поздравляю с праздником, жатвы, благодарения. В каждом ребенке, взрослом или маленьком, есть Божьи духовные плоды. И я вас поздравляю. Я поздравляю с днем рождения наша церковь, наш Божий дом, где мы вместе собираемся одной семьей. Молимся, поддерживаем друг друга. Также у нас есть детское царство, подрастающее царство. Такая духовная сила подрастающая, которая будет также нести слово, свет в свои школы, сады. И мы рады, что у нас есть наши дети. Мы рады за эти чудные плоды тоже, чудеса Божьи, которые мы видим в наших детях. И мы хотим поздравить также, выступить перед вами. Мы пришли сюда сегодня славить милости Господней. Дамы людям все плоды, чтобы радовался ты. Милости Господней нам дам. Мы красивые ромашки, поскорее посмотри. С днем рождения поздравляем и поздравить все хотим. С днем рождения поздравляем и поздравляем. Сегодня, в осенний праздничный день, в нашей Марской церкви открыта я дверь. Потому что день рождения — это радость и веселье, это море позитива и хорошее настроение. Дорогие, добрые, верные, конечно же, святые всегда вдохновят и молитвен поддержат, а они точно знают, что в Боге надежда. С днем рождения поздравляем и поздравляем тебя. С днем рождения, наша церковь! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Пастор Иисус всю церковь ведёт, Он направляет её, Двидится вперёд, И учит посолку для Господа жить, И в церкви все нам могут служить! С днём рождения тебя! С днём рождения, наша церковь! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! Всех сегодня в этом зале Мы со сцены поздравляем С радостью, пока славеньем И, конечно же, желаем! С днём рождения тебя! 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 ее. Знаете, и я как-то заинтересовалась, ну как вообще можно соль потерять силу? И спрашиваю у друзей, у знакомых, и советую, может быть, вы знаете, я в интернете смотрела, и никак. Единственный вариант, это если ее расщепить. Оказывается, что соль, вот такая вот, как вы сейчас увидите, вот она такая крепкая, сильная, похожая как на камень, она состоит из двух основных составных элементов. Это натрий и хлод. И причем натрий, если вы знаете, учили в школе химии, знаете, это металл, и он очень мягкий, металл не как металл, одно название металл, а суть его, он очень гибкий, очень мягкий, никакой там крепости, силы твердости нет. Подует ветер, и он туда, пойдет какое-то искушение, и он прогибается. А хлорка, ну вы сами знаете, хлорка, что такое хлорка? Это вообще яд, это газ, и он причем ядовитый, проникает куда надо и не надо. В общем, от нее нужно даже, ну, беречься. Ее можно, конечно, использовать в каких-то, ну вы знаете, где мы ее можем использовать, и то очень аккуратно. И удивительно, что эти два абсолютно разных элемента, хлорка и натрий, который гибкий, соединяясь в одном, получается вот то, что мы сейчас видим, твердое и удивительно полезное, доброе вещество. Вы знаете, мы точно так же без Бога. Или мы натрий, прогибающийся под обстоятельствами мира, или мы хлорки, ядовитые, противные. Но, соединяясь с Господом, мы становимся вот этой вот солью, доброй вещью, о которой говорит Иисус. Но если соль потеряет силу, вы знаете, она может потерять силу, я это, я не знаю, может вы лучше меня знаете, но она только в одном случае может потерять силу. Когда ее расщепить опять, разъединить на натрий, и хлорхимики это умеют делать. И вы знаете, что у меня такой, как бы к вам церковь такой, как прообраз такой, тоже как в семье. Мы в семье, муж и жена, оно как одно целое. Сильная церковь, здоровая церковь, это где сильные семьи. Я верю, что в нашей церкви Бог хочет видеть в нас крепкие, хорошие, здоровые семьи. И поэтому мы, хлорки, мы журны, будем, соединяясь с Господом, любить, почитать своих мужей, да, и мужья тоже. Может быть, это хотят быть такими твердыми металлами, ведь я же металл, да, мечтают бы твердость, но он твердость проявит только тогда, когда соединится с хлоркой, когда как бы растворится, как бы любовь она не ищет своего. И во всем этом есть любовь. И еще чуть-чуть хочу добавить, евангелист также говорит, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. И я задумалась, ни в землю, ни в навоз. Но соль земли, действительно, соль, она оставляет эту землю. Она приносит эту жажду, она приносит вот эту весть евангельскую. А навоз-то? А навоз это к жатве. Потому что мы знаем, что навоз тоже полезная вещь для того, чтобы плоды приносили хорошие плоды, чтобы был хороший урожай. Так что если где-то в наших семьях еще навоз, но будучи мы с солью, вот в этих обстоятельствах, мы можем принести хороший урожай. И вернее, Господь через нас возможно это принести. Так что не будем пугаться обстоятельств каких-то, огненных искушений. Вот такое вот слово. И еще, в дополнение, у меня здесь еще яйцо. Может ли яйцо курицу чему-нибудь мучить? Нет. А есть такая поговорка «нет». Ну а курица яйцо может чему-нибудь мучить? Нет. В принципе, тоже нет, пока оттуда не вылупится птенец. Правильно? Как и курица, как яйцо. Оно не может научить курицу, если курица сама того не захочет. Если мы сами будем поучительны, мы из любой обстоятельств, из любой ситуации можем не свечу полезное и стать мудрее. Была такая ситуация, вы знаете, что у нас в нашем же есть курятник. И мы видели такую ситуацию. У нас были куры. Мы сначала купили кур, да. А вот мы решили, чтобы у нас были птенцы. Все знают, все знают. Для того, чтобы был птенчик, нужен кто? Петух, петушок. И нам посоветовали, мы купили пять петушков подросточков. Подросточков. Вы знаете, только один выжил. Один выжил. И то, вот Инесса видела, да, бедненький. Вся голова проломленная, окровавленная. Потому что куры с их куриными мозгами, они, понимаете, вот в этом петушке, они, для них вот этот, как бы, был ничто. Как вообще, как ничто? Потому что не было у него ни хохолка, ни такого большого еще хвоста. Он ни красоты, ни виды, ни величин, да. И нам даже пришлось принять негаслужим. Мы его, как бы, там, да, в такой карте вот изолировали, на время, пока он подрос и перился. И вот, посмотрите, куры келевали его прямо в голову. Ничтожно. Прямо вот такой, в агрессии. Серьезно, нас под четырем погибло. И вот такое вот, ну, как бы, извлечь можно, да, что, куры, мы хотим, чтобы у нас были плоды. Мы хотим, как церковь, чтобы у нас были птенцы. Но давайте любить и узнавать Христа в тех людей, которые Господь нам дает. Почитать те власти, которые у нас есть. Любить наставников, молиться за них, друг за друга. Почитать друг друга выше себя. И будем плодоносить, чтобы наши яйца, когда мы будем сидеть на них, давали птенчиков. Нам нужна будущность во Христе Иисусе. И во всем этом любовь, любовь, любовь. У нас есть замечательный пастырь, любовь. Его зовут Любовь. И я вам, дорогая церковь, спою в честь нашего такого чудесного дня песню про любовь. Спасибо. Спасибо. Открываю такое знакомое место Из Библии, возвращаясь к Нему И читаю Его вновь и вновь И Господь творит мне слова В простоте свои дивные Достигайте любви Во Христе познавайте любовь Достигайте любви Достигайте любви во Христе Познавайте любовь Достигайте любви Достигайте любви во Христе Познавайте любовь Золотые слова, золотухность всего совершенного, Глубина христианства и вести евангельской суть. Все пройдет, но любовь пребывает во веки нетряною. Счастье в тот, кто в любви, смог найти превосходнейший путь. Достигайте любви, достигайте любви во кресте, познавайте любовь. Достигайте любви, достигайте любви во кресте, познавайте любовь. Ты иди по пути, ты кричай светилами, ложными, Возрожденной душой, поднимаясь до светлых высот, Не ищи своего всегда еще лучшего Божьего. И потерянный рай, куда в данной любви обретет, Достигайте любви, достигайте любви во Христе, Познавайте любовь. Достигайте любви, достигайте любви во Христе, Познавайте любовь. Достигайте любви, достигайте любви во Христе, Познавайте любви. Достигайте любви, достигайте любви, достигайте любви. Вашей церкви 12 октября, ровно 12, сегодня 13, исполнилось 4 года. Из чего же все началось? Вы сейчас увидите некоторые слайды, это не будет глиново рассказом, но это будет свидетельство вместе с историей. Церковь эстонская, христианская, пятидесятническая, куда мы ходили всей семьей много лет. И в этой церкви я возрастала, училась работать в команде, училась быть в послушании, в подчинении. Там была координирована на деканису. И правильное видение здоровой церкви — это размножение. Это не только внутренний рост и крепость, но и размножение. И в определенное время епископ Абули Леорг и старший пастор Николай, который сегодня у нас в гостях, у них соединилось видение об открытии церкви в Марту. И тогда собралась команда у нас, служители с эстонской церкви, несколько человек с русской церкви истинного Иисуса. И мы обсуждали этот вопрос, каким образом начать это служение в городе Марту. И пришли к такому знаменателю, что мы там начнем альфа-курс. Если вы знаете, это такой курс, он проходит по всему миру, такой ликбез, ликвидация безграмотности духовной, куда приглашаются люди. И в такой доброй обстановке что нас объединяет? Конечно же, стол. Когда мы сидим вместе, ужинаем или обедаем, и можем рассуждать о жизни, и также о цели, о смысле жизни, и о Боге, конечно же, так как на верующие люди. И вот такая команда пришла в Марту, и мы начали с того, что поставили столики предбольшой максима, горячий чай, печенье, конфеты. Люди проходили, мы знакомились с людьми, общались, угощали печеньями, вместе пили чай прямо вот на улице, и раздавали флайеры, и приглашали людей на альфа-курс. И на альфа-курс у нас собрались люди разные, молодые и пожилые. И как-то случилось так, что люди стали получать спасение, и люди в обратной связи писали о том, что не оставляйте нас, мы хотим, чтобы здесь была церковь. И тогда мы продолжали этот вопрос обсуждать со старшими служителями, потому что на самом деле мы не видели, во что это выльется, единственное, доверяли Богу. И тогда было вынесено решение со стороны старшего руководства, но и наши сердца тоже горели, потому что здесь уже был определенный вклад в этот город людей, чтобы здесь открыть церковь. И мы понимаем, что открыть, вот я захотела, пришла и открыла, дорогие, вот как открыла, так и закрылась, да? Вот некоторые думают, вот сейчас я пойду, там весь мир переверну, за неделю Москву спасу. Знаете, за все надо платить цену, и этот опыт цены, он передан из поколения в поколение. И было время, когда церковь, где я родилась, и где воспитывалась в детстве и в юности, она тоже проводила здесь служение, в городе Мардо. И здесь были служители, которые тоже молили за этот город, так что на самом деле мы не пришли на необитаемый остров. Мы своего рода приняли эту эстафету, которую передали нам христиане, верно любящие Господа. И таким образом соединив ресурсы различного рода, и финансовые в том числе, потому что для того, чтобы снять помещение, арендовать, мы понимаем, что за все отвечает серебро, пока мы живем на этой земле, с такой хорошей поддержкой, благословением, было открыто в 15-м году, зарегистрирована община Маорду. Это один из приходов эстонско-христианской пятидесятнической церкви, которая находится на томпе Атрии, и в настоящее время по всей Эстонии имеет 35 приходов, если я не ошибаюсь, цифра такая последняя. И, дорогие друзья, в это время я служила на Альфа-курсе. Очень хорошо у нас получилось такое совместное служение команды из эстонской церкви и русские служители. И, знаете, у нас такое было удивительное единство, у эстонцев с русскими, такой вот благословенный труд был. И некоторые люди, которые жили в Маорду, и они были членами церкви истины в Иисусе, ездили туда, в Таллин. Но здесь была такая группа, скажем, домашняя группа, в которой вот у нас был брат Юрий, его супруга. Так, как бы мне не забыть, кого-то не пропустить, дорогие. То есть вот тут уже год Людмила, да, жила в Таллине, в Марду, и живет сейчас в Марду. И некоторые другие люди, если вот Ольга Русманова, которая тоже ходила в церковь в Истинном Иисусе. И, знаете, мы так с молитвой стали двигаться, и епископ Агулилиор и пастор Николай Рюткинен в один момент предложили мне взять эту ответственность исполняющую обязанность пастора. То есть я не была ординирована на пастора, я была ординирована деканисой, но взять ответственность исполняющую обязанность пастора. Через мои внутренние борения, дорогие друзья, через вопросы к Богу, потому что это был период жизни у меня довольно непростой, я просто сказала Господу, что Господь, Ты мне не скажешь слово, Ты мне не проговоришь, конкретно я буду четко знать, что Ты меня вот отправляешь, тогда я сделаю этот шаг вперед. Если я ничего не получу, ну как бы сама буду размышлять, я не приму этого решения, я очень откровенна с Вами. И знаете, Господь пришел, это отдельная история, Он очень конкретно, четко проговорил в мою жизнь, чтобы я согласилась, то есть чтобы я взяла эту ответственность, конечно, Бог не говорит, бери, то есть Бог, Он направляет, чтобы Он как бы показывает, что я за, Он включает зеленый свет, и мы принимаем решение, идти на этот зеленый свет или стоять на месте. И я согласилась, приняла это решение. Я так думаю, что мне было предложено именно потому, что у меня был опыт. Не потому, что я лучше всех, не потому, что... ну, все остальное. Я думаю, что опыт был, потому что я практически родилась в церкви, проходила все эти времена, у меня отец был пастором церкви, и мы с ним были очень близки, он был очень благословенный человек. Сегодня здесь мой родный град присутствует, не подтвердит. Он был примером всей нашей семьи, в которой мы росли. И я как бы видела это вот служение пасторское, каким оно образом двигается, какие могут быть препятствия, какой может клин прийти, крен корабля прийти. И я вспоминала это время, ну, как бы вот общение такого с папой, когда мы сидели за столом, пили чаем, очень много рассказывал мне о своей жизни, делился какими-то переживаниями. Я не знала, для чего, но я просто сидела, помню, мы вдвоем сидели, если сочетать, это было долгое время, это было просто годы, я это все впитывала. То есть я вот любила очень отца, я люблю до сих пор, он был большим авторитетом. И я думаю, что поэтому Бог, Он просто видел эту ситуацию. И в 15-м году мы зарегистрировали церковь и команда служителей, знаете, верных людей, которые были здесь в Марду, они присоединились. Бог прислал, послал в нашу команду. Ирга, Дайнесса, с супругом пришли попозже. Вот, Ирина пришла в команду служителей. Потом попозже приехали у нас Андрей с Рамилей, Людмила была с самого начала, Татьяна с Юрой были, но у нас были эстонцы, Тарма, Янус, если вы помните. Вот, и у нас вот эта вот команда, которая такая, вот знаете, благословенная была, она вот, ну и есть, просто такая команда. Мы пришли, искали брать это помещение, нашли это помещение. Оно было, конечно, в страшном виде. Наши братья делали ремонт. Там есть фотографии, где Татьяна моет, и Тарма, и Юра тут красят. То есть это все приводили в вид красивый. Мы пошли с сестрой Леной Малинской покупать занавески. Говорю, какие? Я не могу никак выбрать. Говорю, вот небесного цвета. Люба, давай будем смелее. Небесного цвета. Я говорю, ну ладно. Тарма, в какой цвет покрасить эту стену? Я говорю, может цвет неба? В общем, мы тут, вы знаете, не специалисты, не дизайнеры. Вот просто делали, как могли. Так, чего не хватает? Просто люди неслись дома там. Кто часы, кто вазы? Кто-то из церкви дали стулья, столы. Понимаете? Вот в общем, строили своими руками. Вот Маркус Иванов нам эти картины сделал, которые на стене висят, вот под дизайн. Самые тут сами сцены устроили. Все это покупали. Вот как могли. Удвигались дорогие. И мы, вот команда служителей, я всегда буду вспоминать, я буду вспоминать всю, всю жизнь. Перед уходом в вечности, я буду благодарна Богу за команду, за людей, которые были рядом. Люди, которые были рядом, это всегда была поддержка с их стороны. Я очень благословенно была все это время этой благословенной командой. Знаете, приняв этот вызов, для меня такой, ну вообще новый, ну как сказать, вот любой вызов, это непросто. Особенно, когда эти вещи, которые созвучены с духовным миром, и не просто в таком плане, что, конечно, слава Богу за поддержку, ну и летели камни, такого рода, что как так, женщина встала тут, что мужчины, что ли, нет? И такие вот вызовы летели с разных концов, даже с мэрией, когда наши служители пришли в мэрию. Даже в мэрии уже знали и говорили, что это у вас там. И как сказать, я-то, конечно, воспитана так по-железному, что у меня родословная вся сидевшая за Господа, и в меня вложили этот дух, такое дерзновение. Но мы все люди, мы все во плоти, у нас бывают слабые моменты. Хочу сказать, прямо было больно, когда были определенные моменты. И когда помню, что мне как-то так совсем больно стало плохо, я пошла к маме. Мама была в возрасте, она ушла, Господи, в 92 года. Но это была моя мама, которую я так просто уважала и почитала. В молодости, когда ей было 26 лет, она, ее посадили в тюрьму. Дали 10 лет, но Сталин умер, просидела 4 года. Она была дочкой первого пятидесятического пастора в Таллине, потом была женой пастора той же самой церкви, которую сейчас мы называем консервативной или старой пятидесятической. И она очень любила Бога, она была готова жить за Господа. Да-да, всегда такая была яркая, такая юргелистка была, когда ей закрывали рот, она проповедовала всем. И, в общем-то, за это она и угодила. И всей церкви единственная девушка, которая угодила в тюрьму, это моя мама. Я когда пришла к ней, сказала, мама, вот такая ситуация. Она говорит, ты знаешь, я молюсь за тебя. Я хочу тебя поддержать. Рох не смотрит, женщина или мужчина. Если твое сердце горит, если оно предано, и ты хочешь служить Богу, иди и будь смелой. И знаете, как бы мне так и тема закрылась. Думаю, ну летят, и пусть летят. Ко мне. Ну, знаете, то, что нас не убивает, делает сильнее. Так что это так хорошо, когда по большому счету летят камни, когда тебя кто-то унижает, потому что Бог поднимает униженного, а Он возвышенного не поднимает. Некуда уже. Вот так уже он сам себя возвысил. Дорогие, но я очень благодарна Богу за все. Я благодарна Богу за мою семью. Я благодарна Богу за моего мужа, который всегда так свободно относился к этому. Я как хозяйка дома, я не успевала убирать, потому что это ответственность большая. Я не успевала вообще, вообще не готовила. Ну, иногда готовила. То есть я не успевала какие-то домашние дела делать. Я говорю, слушай, дорогой, вот не успела. Он говорит, иди, иди, да все нормально, все будет хорошо. То есть я очень большое спасибо тебе, Андрес, за это. Я очень благодарю моих драгоценных подруг сегодня. Тут Светлана, Елена. И у меня еще подруги есть, которые просто вне церкви. Мы вместе молились, просто меня оботряли, писали, вдохновляли. И они просто шли со мной рядом. Слава Богу. Очень благодарна своим детям. Благодарна сыну Эрику, который иногда приходил, обнимал меня и говорил, мамочка, ты справишься. Слава Богу. Я видела Божие благословения. Руку над многим. Знаете, вот когда идешь этим путем, ты видишь, что Бог как бы покрывает многие вещи. Вот. И что я хотела сказать, что с самого начала, когда решался этот вопрос, я была выслана как миссионерка. По большому счету. Потому что я верно была служителем миссионерного существа. И ничего не могу поделать, но Бог вот дал такой... Каждому Богу, который раздает свои дары, вот я как-то заметила по своей жизни, что Бог мне дал такой дар, поднимать, то есть бесстрашно идти. Потому что я как бы не боюсь. Мне говорят, иди. Ресурс есть? Нет. По-человечески. Это есть? Нет. Пойдешь? Я говорю, пойду. Вот как раз мне в такие места и нравится. И те, где вот никто туда не пойдет, вот может быть, или не найти человека, или ресурсов нет. Потому что я знаю, что Бог живой. Он все покроет. Он все даст. Он команду даст. Людей даст. Спасающихся, спасающихся придут. То есть Бог сделает все. Вот это как бы, я знаю, что это Божья забота. Забота. И на самом деле это так благословенно, когда понимаешь, что ты не знаешь, но ты видишь чудеса, когда Бог начинает работать, когда Он прилагает спасание. Когда ты видишь, вдруг вокруг тебя собралась, ну такая команда благословенная. Я говорю, Господи, есть ли еще вообще такая благословенная команда? Я так своих людей любила. Вот не знаю почему, но вот те люди, которые вот как бы от меня, я ответственна над ними, я их начинаю любить, почему-то, простите, но очень сильно. Может, не так, как другие, но как-то уж очень люблю их. Вот, так что, дорогие. И проходили годы, мы двигались вместе. И в какой-то момент, знаете, у меня пришло такое, когда я увидела, что вот, ух, часы завелись. Фикут прямо, вот, секунду, секунду, все хорошо. Фундамент положен вместе с Господом, с командой. И люди служат, руководство служения. У нас столько служений, маленькая церковь. У нас и прославление, и воскресная школа, аршерское служение, кафе, миссионерское, уличная евангелизация, проекты на Рождество, раздачи с раздачей подарков. Там походы в больницы, дома престарелых. Ну и там поездки разные такие. И с командой мы проводили время. То есть как-то все так вот благословенно работает. Просто так благословенно. И внутри меня, знаете, поднялось такое, что, Люба, вот, ты как бы, ту часть, которую тебе было определено, был Богом. Вот этот вот дар. Знаете, это правильное отношение, когда мы рожаем детей. И только физических, но и духовных. И поднимаем на уровень, чтобы они стали, как мы, лучше, как мы, благословеннее, чем мы. И как написано в Слове Божьем, да, что кому-то возрастать, а кому-то, ну, помоляться, смиряться. А вот. И поэтому я так смотрела на нашу церковь и думала, впереди должна стоять семья, чтобы люди, которые приходили с мира, знаете, вот такие вот, сейчас много одиноких людей, или приходит женщина, и вот она верует, у нас был такой опыт, возвращается домой, муж на ней, и вот пусть люди спасаются семьями. И когда люди видят пример, куда смотреть, да, вот два сильных служителя, вот семья стоит, пусть, как и Акова, да, овцы смотрели на эти пути, и вот таких вот рожали, и пусть вот такие вот. Моя цель всегда поднимать людей, не просто служить и поднимать кому, но поднимать людей, которые станут на моем местах. Пусть они будут лучше, пусть они ведут лучше, пусть процветают просто и тоже рожают себе подобных. А я, наверное, тогда пойду. Я так мечтаю. Я сейчас учусь с вами. Может быть, снова никто туда не пойдет, и я пойду просто со смелостью ледохола. И вот, дорогие друзья, я молилась мы рассуждали, мы беседовали со старшим пастором Николаем, беседовала с настоящим епископом Аллой Кулупу. И Господь положил на сердце, пришел на сердце мир, чтобы то служение, которое я здесь с помощью Господу начала, с командой, которая здесь двигалась, делегировать семье Игнатовых. Пастор Николай Павлович. Благодарим сестра Люба за такой исторический экскурс. И очень правильно считаю, что нужно знать свою историю. С днем рождения, дорогая церковь. Четыре года – хороший срок. Четыре года – хорошее время, когда можно уже даже и оглянуться назад, и не по этой фотографии было видно, что кто-то был у истоков этого собрания, кто-то помогал начинать этот труд. Со временем некоторые люди вернулись туда, откуда они пришли, и Господь прилагает новых людей в собрании. Такова вот она жизнь. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то остается. И с кем-то Господь может трудиться и делать свой труд и исполнять свои желания, свою долю, которые используют у нас. Так что слава Богу. Давайте, Господа, мы благодарим теплым аплодисментом. Ну что ж, я хочу пригласить сюда от дьякона Андрея. Андрей Михайлович. Не Михайлович, а Михайлович. Так, ну и Любовь Михайлович, раз уж тут пошло имя-фамилия, да, фамилиотчество, скажем так. Так, ну что, давайте подведем, будем сейчас молиться. Ответственность за исполнение обязанности пастора будет перелагаться на дьякона Андрея, поэтому я прошу собрания молиться за него. Любовь Михайлович никуда не уходит, да, у него, конечно, такие просто ледокольские мечты. И когда он сказал о ледоколе, я сразу подумал про мотор, что в ледоколе очень важный мотор, то есть, мало еще иметь жесткий корпус, нужно еще, чтобы поторбить работу. Все работает. Поэтому Бог усмотрит, как говорится. Поэтому собрание прошло встать, будем молиться. А сестра Люба совершит молитву, я совершил молитву, мы благословим брата Андрея, хотел бы пригласить его супругу также, мы ведем сюда, потому что это совместный труд, как Люба уже говорила, что поддержка супруга, адреса, в данном случае, очень важна, потому что, может быть, что-то не успеваешь подобно сделать, может, еще какие-то ответственности, вопросы есть. Но этим нельзя пренебрегать, конечно же, но тем не менее, как кто-то сказал, что если ты не фанат своего дела, у тебя нет этого дела. Поэтому в добрый путь, в доброе, так сказать, в фанатении, без экстримов, потому что все-таки семья, это очень важна. Семья – это место, где мы духовно можем отдохнуть, где мы духовно можем зарядиться. А Бог строит свою церковь. Это Его собрание, это Его люди, это Он, кто умер за нас, это Он, кто воскрес, это Он, кто благословил, Он, который проводит, дает нам все необходимое для жизни, для благочестия. Поэтому, Люба, ведите молитву, я ее закончу, и собрание прошло, тоже молитву. Господь, Ты благое, мы видим Твою руку во всем, Ты самый великий стратег, Господь, в жизни по всему миру. Мы благодарим Тебя, что только Ты даешь нам эти внутренние, глубокие, эти мощные порывы и желания, и мысли, и мечты, Господь, для расширения и распространения царства Твоего, Господь. Только Ты, Господь, даешь нам мудрость, вдохновение, твердость, непоколебимость, двигаться тогда, когда летят камни. Только Ты даешь нам через это возрастать, становиться сильнее, крепче, благословение, Господь. Только Ты даешь нам это свеленное, сокрушенное сердце, там, где кается, кается, там, где смиряться, смиряться. Только Дух Твой Святой обречает нас для того, чтобы совершенствоваться, быть подобным Тебе и оставаться благодарным и неожесточенным. Господь, и сейчас, Боже, наступил вот этот момент какого-то определенного лета исчисления человеческого времени, когда может, когда происходит определенная перемена, и, Господь, мы благодарим Тебя за эту перемену. Я очень рада этой перемене. Я верю, Господь, Ты рада этой перемене, Боже, потому что это Твой принцип рождения, Твой принцип роста, Твой принцип процветания. Господь, спасибо. И, Боже, драгоценный, я благодарю Тебя за церковь, которая написана «Врата ада не одолеют». Господь, потому что Ты строишь фундамент этой церкви, Господь драгоценный. Я благодарю Тебя за каждого человека, за прихожанина, за команду, которая поддерживала, за бабушек, которые приходили, обнимали и говорили, Любочка, мы Тебя так любим, спасибо, Боже, за наших старец. И, Господи, благодарю Тебя за семью Андрея и Ромелии, что, Господь, они были верными с самого начала, когда просто переступили порог этого дома. Господь, благодарим, что в их сердце пришло это желание, оно и было желание, согласие, быть последовательными и служить в этом поприще. Господь, я благодарю, что Ты дал мир в мое сердце, когда я просто начала молиться о них и думать о них. Это было свидетельство того, что Ты просто открываешь зеленый свет. И благодарю Тебя, Господь, за покров старших служителей, пасыров, лепископов. Господь, спасибо, что мы не просто отщепенцы и что хотим, то делаем, что мы в этой структуре церковного благословения, взаимосвязи, Господь, в этой длинной цепи, Господь, это тоже есть благословение для нашей жизни. Великий Бог. Аллилуйя. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы воздаем Тебе славу, Ты Бог помазывающий, Ты Бог призывающий, Ты Бог дающий видение, видение, дающий страсть, зажигающий сердца, Ты, подтверждающий руки, благословляю брата Андрея, во имя Иисуса Христа, во служении исполняющего обязанности пастора, в традиционной субъектной ягодной нашей церкви, во служении этому собранию, во служении людям, живущим здесь, в этом городе, живущим в другом городе, люди, которые Ты, Господь, направишь на Его жизнь, на Его жизнь, которые придут сюда в собрание, во имя Иисуса Христа, и все это показание проливается через Бог. Пусть оно освобождает, исцеляет, пусть оно утверждает, пусть оно делает Твою, Господи, строй через него, используй этот сосуд, во имя Иисуса, очищая, утверждая его, и проливая через него милость, благодать, Твою любовь, восстановление, освобождение, разрушением проклятия, разрушением твердынь во имя Иисуса и утверждением Царства Твоего, Твоей благодати, милости, Твоей любви и радости во Святом Духе. Пусть радость неба, Господь, пусть Твое помазание и присутствие в подтверждении, Господь, наполнение Духом Святым и Духом, и Духом, и Семьей, в имя Иисуса Христа, Тебе, Семьей, Духом, и Слава, Аллинуя, Аминь. Также, братья и сестры, помолимся за Любу, сестру Любу, благословим так же ее. Отец, хочу поблагодарить Тебя за сестру Любу, за этот труд, за это посвящение, за это сердце, и благодарю Тебя за эти тары и таланты, которые Ты даровал, которые не только приумножаются с годами, как и вино, о котором написано в Священном Писании, что с годами она становится крепче, во имя Иисуса, пусть эта крепость будет всегда разбавлена от Бога, твоей любовью, во имя Иисуса, твоей мудростью, бодительством, Того Суды. Благодарение Тебе происходит, что Ты, восполняющий все Твои нужды и утверждающий, веди с Твоей любви. Далее, во имя Иисуса, в обслужении это уже собрание здесь, в парке, и мы воздаем Тебе благодарность, Господи, за это время, за эти четыре года и последующие годы, которые Ты даруешь своей любви нам всем. Благословляем ее, ее семью, детей, во имя Иисуса, в пустыне, все Тебе оказывает, и дарность сердится наше. Будь прославлен и, как отец, сына, Бога, и святой. Аминь. Секундочку. Да. Мы хотели бы, да, присядьте, пожалуйста. Мы хотели сказать о том, что сестра Люба никуда не уходит. Так, у нас есть подарки в церкви? Люба никуда не уходит, она не приезжает, ее никто не снял, она не в грехе живет, да, поэтому, Андрей, давайте, вручайте, благословляйте, благодарите. Церковь, дорогая, нам сейчас хотелось бы действительно поблагодарить Любовь Михайловна, поблагодарить команду, поздравить от всех нас, ее также с днем рождения, да, с днем рождения, и это время, когда, время благодарения, время просто поклонения нашему Господу, мы хотим, вручить этот букет, букет от всей церкви, пусть Бог благословит, и вот, Михаил, вручайте, благословение, мы как будто Благодарный Тебе, Великий Божий, что Ты даровал эту возможность, Господи, пребывать в Твоей любви, силе, славе, милости, благодати рядом с этим человеком, Господи. Благослови, пусть будет явлена Твоя любовь, мир и радость. Во Святом Духе, во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Будьте благословены. Спасибо, дорогие. Я просто хочу добавить, что я пока никуда не ухожу. Как Господь даст. То есть я с Вами и хочу, чтобы так вот все поддержать. Не можно так резко передать, да, надо поддерживать. Какие-то моменты, может быть, передавать, учить. Ну, то, что учить. Вместе учиться. Так что, да, слава Богу. Слава Господу. Спасибо всем. Присаживайтесь. Спасибо Вам за молитву, за поддержку. Хочу поделиться словом. И сегодня, к счастью, об этом уже говорили, хотелось бы обратиться к Священному Писанию. Хочу прочитать отрывок из Евангелия от Луки, с девятой головы. Частично из 56 стиха и дальше до отрывчания этой головы. Здесь рассказано евангелистам, какой, одна интересная история, которая произошла долгие годы назад, но она происходит и сегодня. И она сегодня, как никогда, оттрубает также и наша села. Сын человеческий, то есть Иисус Христос к ним пришел, чтобы купить души человеческие, но спасти. Вот его миссия. 57 стих и дальше. Случилось, что когда они были в пути, никто сказал Иисусу, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Красиво звучит, не правда ли? Правда? Вы со мной? Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус говорит ему ответ. Лисицы имеют норы, птицы небесные имеют гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Интересный ответ на очень интересное заявление. Какой-то молодой человек, да, говорит Иисусу очень важные слова, наверное, может быть, одни из самых важных слов вообще в нашей жизни. Он обращается к нему не просто, да, Иисус из Назовета, или там, Сына Иосифа, или еще что-нибудь. Он ему говорит, Господи. И делает заявление своего сердца, которое он, да, выпускает вот из своих уст. Я пойду за Тобой. И дальше добавляет, куда бы Ты ни пошел. То есть, что бы мне ни стоило, я буду идти за Тобой. Это всегда лестно, когда кто-то хочет быть Твоим последователем. Это всегда красиво звучит, да, когда у тебя есть люди, которые тебя уважают, почитают. В данном случае он называет его Господом. То есть, да, не просто костик с мыльного, да, завода. Кто-нибудь, а вот есть какая-то форма и почитание, и уважение, и даже есть страстное желание. Следовать это не просто, вот, пойти. Ты пошел, да, в сторону Римы, ну, и я за тобой поплелся. Говорится о том, что я хочу быть последователем или следователем Твоего учения. Я хочу быть Твоим учеником. Я готов принести то же в жертву. У меня есть теперь цель. Я ее приобрел, я ее увидел в Тебе. Я хочу быть похожим на Тебя, подобным Тебе делать то же, что делаешь Ты. И Иисус начинает ему отвечать. Мог бы сказать, наверное, вау, я так молился, я так ждал, что появится кто-то, кто присоединится, кто будет со мною, вместе будет идти. И вдруг он как будто из другой оперы. И вообще здесь другой начинает что-то про зоопарк говорить. А ты знаешь, что в Таллине есть зоопарк. А ты знаешь, что там вот в этом зоопарке, да, есть лисицы, у них есть норы. То есть, откуда и почему? Читая Священное Писание, задавайте себе такой простой вопрос. Почему именно так он ответил? Или почему именно так написано? Задавайте неудобные вопросы тогда, когда вы читаете. Потому что многие из нас уже прочитали Библию от корки до корки. И несколько раз прочитали, да. И слава Богу, это нужно делать. Со временем чтение Священного Писания становится обыденным, а иногда даже и скучным, не побоюсь сказать этого слова. То есть, как-то вот, ну, как-то не оживает оно, как-то вот с собой ничего не приносит, потому что ты читаешь, в общем-то, то же самое, что ты читал вот уже последние, да, годы всей своей, в данном случае, сознательной жизни. Но если ты будешь придираться к словам и стараться читать не поверхностно, а в глубину, твоя жизнь в чтении или в поиске Бога в Священном Писании преобразится. Потому что методов чтения Священного Писания очень много. Да, ну, такие самые распространенные, 12, может быть, еще несколько. Но в данном случае хотелось бы спросить себя, Иисус, при чем тут лисы? При чем тут птицы? И потом Иисус говорит, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Другими словами, Он говорит, что у каждого животного есть место, куда он стремится. Мы говорили много о семье. И это правильно. Бог создатель семьи, Он ее творец. И Он говорит, что у лис есть норы, куда они, в конце концов, побегали, помытарились, там, да, пошабашили, там побегали, там еще раз, а потом раз, хлоп, и в норку. Птицы точно так же полетали, попели, перышки распустили, солнце поймали, там червячок, там паучок, а потом хлоп, и что? На гнездо. И вдруг Он говорит о себе. Он говорит, а у Сына Человеческого нету места, где преклонить Ему даже голову. Что это значит? Что Иисус никогда не спал? Он робот. Он же Сын Человеческий. Зачем Он спать? Он вообще не ест. Он по воде ходит, Он в огне не горит. Убить Его нельзя, сбросить скалы Его нельзя. То есть, Он полон чудес, знамений, этого исцелил, того воскресил. То есть, Он вообще супермен какой-то, летающий и совершающий то, что никто не может. Иисус говорит, что, у Иисуса не было места, где Он спал? Да, конечно, Он спал. Он спал, скорее всего, практически, наверное, каждую ночь. За исключением, может, некоторых ночей, которые написаны в Библии, где Он прибывал в постах, в молитве и в общении. То есть, о чем же Он говорит? Он говорит о том, что, последовав за Мною, у тебя не будет возможности искать того, что является нормой для многих других. Люди созданы, имеют семью. Нехорошо человеку оставаться одному, мы читаем. И это сказал сам Господь Бог. И говорит потом, сотворим. Почему? Потому что опечалился Он, или пришел в какое-то недоумение, потому что всех животных было по паре, а Ему подобного никого не было. Бог решил это исправить. Хорошо, сделаем подобное тебе. Навел на Него глубокий сон, и во сне, взяв у Него ребро, из этого ребра создано. Поэтому женщины получились красивее, потому что были созданы уже из созданного. Нам же досталась грязь. Часто она проявляется в повседневной жизни нашей. Носки расставленные там, где они, может быть, и должны стоять. И многое другое. Зурная щетка, которая кочует из одной комнаты в другую. Почему? Потому что я здесь почистил нынче зубы. Такая, знаете, господствующая форма поведения. Но давайте отступим обратно и вернемся к Священному Писанию. Иисус говорит, лисы имеют норы, птицы небесные имеют, гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Тот говорит, я за тобой пойду, а он ему о животных. Часто бывает так, что мы, спрашивая у Бога, спрашивая о какой-то нужде, где мы хотим получить водительство от Бога. Мы хотим получить, например, ответ да или нет, на самом ли деле, нужно мне вовлекаться или нет, заключать договора, с этими людьми общаться, не общаться, куда мне пойти учиться, работать, многое другое. И мы ожидаем, что Бог будет отвечать нам на нашем языке. Иногда это ошибочно, потому что Бог ответит так, как Ему это угодно. Он ответит так, как небо говорит, потому что Он сам это и есть. Поэтому не удивляйте, что ответ может прийти из уст какого-то человека, которого, может быть, вы никогда и не считали за сосуд Божий. Может быть, неверующий человек вам вдруг скажет, а христиане так не поступают. Вы когда-нибудь слышали такую фразу? Мы с тем же самым, видать, человеком встречались. Что и я. Мне так часто напоминают. То есть, Бог может ответить по-другому. И в Его словах всегда есть глубина. Поэтому посмотри на птиц. Посмотри, то есть, Он говорит, что ты ищешь, что ты хочешь. Другими словами, я хотел бы сказать, не от Меня зависит, пойдешь ли ты за Мною. И более того, я бы даже добавил, и даже не от тебя зависит, пойдешь ли ты за Мною. Хотя твоя часть в этом есть. Это зависит от Отца Небесного. Я сюда, сказал Иисус, не пришел по своей воле. То есть, ну, я подневольный. Отец сказал, у меня есть миссия. Миссия это высланы на определенное дело. Он говорит, я пришел с миссией определенной. То есть, что мне нужно совершить. Поэтому человек, высказывающий или бросающий слова, должен ответить за свои слова. Да, мужик сказал, мужик сделал, да, пацан сказал, пацан сделал, раз сказал слово, раз за слово поймали, привлекли, спросили, нужно ответить за свое слово. Бог есть слово. И Он отвечает за свои слова. Это правильный принцип, наверное. Иначе мы нашим словам не отдаем цены. Мы обесцениваем. Потому что вчера сказал, сегодня, я помню, на предприятии, где я работал, такой был у нас один из работников, слесарь Ваня, Иван. Он был уже в возрасте, со своими определенными странностями, вырезал из газеты всегда все, начиная от Хрущева, Брежнева и последующих всех политических деятелей. Все выдержки, особенно какие-то фразы, съезды, вообще ничего такого не было. И вот Он сказал такой, один раз, мы Его хотели прижать с Его словами, и вдруг Он такой сказал, я господин своему слову, вчера сказал, сегодня забрал. И все, в общем, вот такие взятки, гладкие, в общем, с Него. И вот чтобы в нашей жизни, может быть, не было такого, Иисус возвращает стандарт слова, Он говорит, пусть твое «да» будет «да». Ну вот если ты сказал «да», Он говорит другими словами, если ты сказал «нет», «нет», то есть не прибавляй больше к этому ничего, потому что это уже сверх того, что ты должен что-то сказать. Вот мы иногда говорим, придешь в Осип? Да, приду. Точно придешь? Да, клянусь. Да, кто-то там зуб дает, поэтому, да, и при улыбке, ну, карманские заборы прошлого времени, да, появляются, я бы еще так говорил, то есть с прорезями. То есть, что происходит? Иисус возвращает стандарт, и вот Он говорит, что стандарт, следуя мне за Мной, будет стоить тебе что-то. И это не просто вот стаерский забег на короткую дистанцию, это марафон, он длиной в жизни. Не имеет Он преклонить тебе голову, хотя Он не говорил о том, что Ему негде спать. Он говорил о том, что у Него есть миссия, и Он исполняет здесь миссию. То есть, миссия, миссия, миссия лисы, и вот птицы в данном случае, иметь гнездо, то есть это происходит естественным путем. Та миссия, которая Иисуса, она специфическая. Так вот, для того, чтобы войти в специфику, нужно быть очень внимательным на пути того, что является обыденным. То есть, некоторые хотят хватать звезды с неба, да, а сам не может носки за собой убрать. То есть, о каких звездах может быть речь, когда ты простые вещи не можешь сделать? Поэтому некоторые ищут что-то сверхъестественное в Царстве Небесном. И Иисус говорит, как я вам расскажу об этом? Тогда, когда вы друг другу, то есть, поладить не можете. То есть, Он возвращает обратно сюда, в простые вещи, из которых и складывается наша сложная жизнь. Из простых вещей, из мелочей, она не из больших каких-то поступков великих, потому что я хочу снять напряжение вот такой фразой, и вообще высвободить вас из определенной, может быть, лжи и давления, под которым, может быть, некоторые христиане находятся. А звучит она так же. И как мой отец говорил, в таких случаях, заруби себе ссором на носу, Царство вам Небесное. Самое главное вы в своей жизни уже сделали. Главного впереди уже нет. Главное уже теперь позади. И это принять Христа своим Господом и Спасителем. И последовательно. Самое главное, что вы могли бы сделать в своей жизни, то есть, пик героического поступка вы сделали, если вы уже приняли Христа. Если вы этого не сделали, то вам как раз об этом нужно было бы задуматься. Но если вы это сделали, это самое большое, что ты мог сделать в своей жизни. Это принять Христа как личного Спасителя. Это и есть твой великий подвиг. Это и есть самое большое, что ты мог бы вообще совершить. Это признать, что Сын Человеческий, Сын Божий, это Иисус Христос. И Он твой Господь. Следующий шаг, следующий за Ним, это последователь за Ним. А как тогда насчет призвания? Как вот Люба здесь, вот в апостольском помазании, вот это все начинает организовывать? Это все следствие того, что когда-то Люба сказала, Иисус, войди в мое сердце, будь Богом. Понимаете? Поэтому важное, это не то, что было сделано за эти четыре года, Любовь Михайловна. Важное это то, что когда-то вы сказали, Иисус, войди в мое сердце. Вот что важно. Это самое важное, что вы могли бы когда-либо сделать. Поэтому некоторые христиане живут вот непонятной идеей о будущем, что они где-то там, когда-то, что-то такое сделают. Не знаю, спасут Гвадалупу, там, не знаю, поедут в Марокко, там, не знаю, куда-то, в Непале кого-то там спасут, или что-то, и живут мыльным пузырем. Я не побоюсь этого назвать, потому что люди направляют себя и готовят себя к сверхъестественному, к чему-то. Я себя готовлю на то, на то. Самое большое, что ты мог сделать, ты уже сделай, если я принял Христа. Это самое большое. Потому что к этому сводится все Евангелие. А как насчет плодов пастора Николая, а как насчет вот дел добрых, о которых говорит Павло Студьяков, о которых некоторые даже большие люди, да, вот, Царства Божьего особо не принимали. Это все последствия того, что ты яблони. Яблони не тужатся и не напрягаются, принося яблоки. Понимаете? Это естественный ее цикл жизни. Принести яблоки по осени. То есть никто из этого номера-то не делает. Все, конечно, ждут, а когда будет варенье, бабуля, варенье есть? И давай теперь, да, доставай все. Да, мы этого как бы ждем. Но не это делает бабулю бабули, да, или яблони не делает это. Она просто делает это то, что она заканчивается. Вот и все. Поэтому напряжение должно сняться тем, что самое великое, что ты мог бы сделать, это принять Христа. Это очень важно. Самое большое ты уже сделал. Поэтому расслабься и разреши дальше Иисусу жить через тебя, светить через тебя, любить через тебя, прощать через тебя, совершать вот такие хорошие героические подвиги, как влиться в какую-то команду, строить поместное собрание своими финансами, своими талантами, своими дарованиями. Можешь ли ты играть, петь, можешь ли ты на кухне что-то делать, бутерброды, да, стряпать. Кстати, очень хороший бутерброд у вас сегодня. Я пораньше приехал, сразу позавтракал пообщался, потом читаю, вход только для работников кухни. А я там уже наследил, наследил уже столько. Это куб, прижал уши и, да, каждый путь знает свой версток. Поэтому спасибо большое за ваши... Вот я не умею такие бутерброды делать, а вы умеете. Всегда восхищался маленькими пирожками. Вот у меня один беру, вот такой, я могу такой сделать, знаете, одна большая булка разрезал пополам, колбасу пополам и туда все. Вот сэндвич. И не забуду, это был такой пастор, он долго трудился, Георгий Тимонок. И мы поехали в Уфу на большую конференцию, проводили там семинары, конференцию там проводили. И он, ему супруга второго, мы ехали все в одном автобусе, дала большой пакет пирожков. И когда он их вытащил, я такой обмяк. По три сантиметра, четыре максимума, даже пятерки не было. И я так, что это? И просядно, думаю, это же сколько надо съесть, чтобы наесться хотя бы. Знаете, вот форма мышления молодого человека, неженатого, которому пожрать, поспать, где бы голову преклонить, где бы его гнездо, сказала птица, да, и лиса нырнула в свою норку. И то через некоторое время, знаете, вот мне отдаются, вот с годами. Неудивительно, что Петр, да, тоже не сразу схватывал. Я так про себя начал думать. А вы представьте, вот стоять и лепить. Вот я бы сделал вот такое. Почему? Потому что, ну, сделано все, и каждый пусть порежет, сколько надо, и съездно. А это в каждой маленькой, это свою вкладывать любовь туда, вкладывать свои терпения. Раз, это все это моторик разрабатывается всю жизнь. Раз, это чуть-чуть начиночки. И вы знаете, я так подумал, да. То есть, вот пока это все произошло в мгновение, вот в моей голове. А вот от такого, да, пирога до вот таких маленьких пирожочков, там, 3-4 сантиметра. Я сказал, брат Георг, у вас супруга просто замечательная. Он говорит, я знаю. Я увидел это. Почему ты так говоришь? Я говорю, увидел это вот маленькие пирожки. Ваши. Он говорит, да. Большое слово Господу. За всех, что у нас есть свои таланты, дарования, которыми мы можем служить друг другу и Господу. Дальше, давайте читать. 59 стих, немножко другая история. Потому что она говорит о другом каком-то человеке. А другой сказал Иисусу. А, о другому сказал Иисусу. Теперь Иисус говорит о другом каком-то. То есть, не с тем, с кем он разговаривал, какой-то там еще стоит человек, да. И вот он ему говорит, какой-то души обращается. Следуй за мною. И тот теперь отвечает ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Сама фраза не говорит о том, что у него сегодня умер отец, и у него будут похороны через 2,5 часа. Она говорит о том, что у меня есть определенные ответственности. Потому что вот наша культура и культура Израиля, это земля и небо, да. Взять любой восток. Это, ну, Азию, Индию, это же вообще Африку. То есть, это разные культуры. И другими словами, он говорит, что у меня есть определенная ответственность, которую я несу. И я несу ответственность за своих родителей. За отца в данном случае, который живет со мной. Поэтому, прежде чем я пошел бы за тобой, прежде чем я взял бы ответственность, понимая, что у меня в моей норке, у меня в моем гнезде есть еще люди, которые зависят от меня. Смотрите, две разные картины. Первый случай. Я за тобой пойду, да. У него вспышка. Он загорелся, да. Все, и на плаху, куда угодно, я за тобой, и там, и в снег, и в дождь, знаешь, все, сердце горит. И, ух, здесь, в этом городе, в 92-м году, в клубе, возле стадиона, у меня произошел разговор с пастором, таким удивительным человеком, братом Борисом Федоровым. И я ему говорил, там, в клубе, брат Борис, надо спасать людей, надо евангелизировать. Молодежь идет в ад, люди идут в ад, надо организовать мероприятия, надо раздавать трактаты. Он так смотрит, смотрит. Я его, как начал грузить, что надо, 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 все надо, надо, надо. Пододвигая, как бы, его, показ ему бездействие. Он так посмотрел у меня в сток и говорит, брат Николай, я хочу посмотреть, где ты будешь через 10 лет. У меня были вот такие фары на эту фразу. Причем здесь мои 10 лет, когда я говорю о спасении людей? Что отвечает людей, проживших срок, и людей, которые только вступают в жизнь? Что один говорит или не говорит, исходя из опыта своей жизни, а другой намеревается только. Прошли годы, и эти слова до сих пор живут со мной, внутри меня. Теперь они уже перетекли, уже давным-давно, скоро будет уже трижды по 10. А брат Бориса все еще следит за мной. Я хочу посмотреть, где ты будешь через 10 лет. Потом, он добавил, очень многие приходят ко Христу и горят для Него. И очень мало кто может донести это от такой до конца. Я ему вообще не про огонь, и не про себя. Я ему про спасение, про людей, что есть, ну, миссия, есть там какие-то сверхъестественные задачи, Бог им поставит, а Он возвращает меня к тому, чтобы ты свою душу сначала спасил. Данное тебе сохрани. Останься верен в том, что тебе доверено. Что? Спасение, которое ты носишь в своем сердце. И вот мы здесь видим, в данном случае, первый молодой человек сам говорил, я за тобою пойду. Да, вот такой он, горячий. А второго Иисус сам зовет. И говорит ему, следуй за мной. И тот отвечает, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Другими словами, ну, скажем, я когда-то говорил фразу такую на подобную вещь, соскок на пятерочку. Тот его позвал, тот снял себе ответственность, ну, свалив на то, что у него... Он же не врет, он говорит правду, я считаю. Что он говорит, действительно, у него есть отец, можно о нем позаботиться. То есть, как бы, я бы и не против, за тобой бы последовать, как бы, вот сделать это посвящение. Но у меня долги, да, у меня там займы перед банком. Мне надо там работать, мне надо то решать, мне надо это, детей поднять, дать их в школу. Все, сандалики, сапоги, сейчас погода такая, сопли, все, воспаление, аптека. Тут, как бы, одно, второе, работодатель там или еще что-то. В общем, слишком много вопросов, которые нужно решить. Некоторых зовет Иисус сам, а некоторые к Нему бегут сами. Давайте в этих строках, в этих стихах, в этих людях, давайте увидим себя. Иисус отвечает ему на это заявление. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Но более, когда я первый раз читал этот стих, я про себя так сказал, более интеллигентного оскорбления я не слышал. Это не, и почему, почему именно оскорбление? Потому что каждый нас относительно своего чердака и своей башни воспринимает внешний мир. Судит его или не судит этих людей, их фразы, их поступки, их дела. Поэтому можно было сказать, как это вот Сын Божий вдруг молодого человека, который заботится о своем отцом, обозвал его вообще к трупам, да, мертвецом. Отец, он что, знает этого человека, этого отца, может быть он там, знаешь, герой, может быть он там еще что-то, может быть он отстроил половину от поселка. Да, и этого мертвецом еще обозвал. То есть как бы тут, вспомните, когда Иисус к женщине поворачивается, да, говорит, ну, это он назвал, да, знаешь, говорит, это для детей, а не для собак, хлеб. Да, нашу бы тетка бы сказала, да пошел ты сам в бане, знаешь, еще с собакой надо, сам ты козел. А женщина что? Она говорит, так, Господи, ты сказал правильно. Вы представляете, вот разница отношений с тем, так кто наследует Царство Небесное? Кому Бог дает благоволение? На чью сторону Он встает? Кому Он дает вот этот прорыв? Смиренным, кротким. Те, которые не выпячиваются. Да что терять? Куда хуже-то? То есть что еще может быть хуже? С чего еще взять? И она говорит, Господи, вот как ты сказал, так и есть. Точно вот сянулись собачьи. По большому-то счету. А если вот так посмотреть, а знаете, что тронуло слово собака в твоей, ну, в твоей вот душе? Твоего ежика, который там уже, знаешь, да сам ты посмотри на себя, прежде чем говорить. Или еще что-нибудь. А женщина сказала, вся жизнь собачья. Вот так и есть. И потом еще добавляет. Но, Господи, если ты не замечал, что бывает, что крохи падают со стола детей, скорее всего, у них тоже было животное какое-то. То есть она быстренько подловила эту мысль или эту волну, которую поднял Христос. Или истину, которую он сказал. И на этой истине, да, серферы выходят на дату скаркотаться. Если нет волны, это никакой не серфер. Но как только он поймал волну, он встал на нее, вот он теперь герой. Да, он наслаждается. И она точно так же раз на этой горочке. И говорит, но даже крохи падающие, они достаются собакам. И он тогда сказал, женщина, вы просто бы убили меня. Другая бы меня пооскорбила, бы раз в восемь, наверное. Поэтому вот то, что ты просишь, на помощь. Сверхъестественная вера. Сверхъестественное смирение. То есть то, что он тронуло Христа, ну, его ошарашило, я предполагаю. А тут Иисус говорит, ты предоставь мертвых погребать своих мертвецов. А ты иди, благовествуй Царство Божие. Мы, конечно, после этого не увидели, что даже эти слова повлияли его настолько, чтобы он побежал и пошел сделать все. Некоторые хотят извиниться и снять с себя ответственность за своих родителей, и называя «Это все мертвые дела». Я встречал, знаю, когда он тоже встречал, знаю одну сестру, которая в 90-х годах уверовала, прочитала вот этот стих. «Тот, кто не возлюбит или не отречется своих родственников, близких, ради Евангелия, ради меня, и не последует со мной, не достоин меня, не достоин Евангелия». Очень, знаете, жесткие такие все вот эти стихи. И она всех перевела на, знаете, под копирочку, оставила своего мужа, оставила своих детей, взяла котомочку в библейскую школу, да, гитарку и проповедовать Евангелие. Может быть, тому была, ну, определенная атмосфера в доме, способствующая, так сказать, использовать хороший, ну, вот, момент, да, чтобы вот так или тихо, или громко хлопнуть дверью, и, как бы, вот, оставить вот нелюбящего мужа, да, любовь уже там дома прошла, да и была ли она вообще. То есть много вопросов. Хлоп. И с годами я встречал эту сестру, сейчас, сейчас уже долгое время не встречал, и увидел, насколько она стала несчастной. Отношений нет с семьей, с детьми, потому что ее сразу признали, да, повернутой, потому что так она вот загорелась для Христа, что просто, ну, сожгла все мосты с тем, что у нее есть. А Бог, Он же ведь заботится о семье, не только вот о тебе, о твоей великой какой-то миссии где-то там и где-то что-то. То есть более несчастного человека на тот момент, когда мы встречались с ней, я не видел. Я верю, что Бог как-то это наладит и исправит, возвращая нас в середину или на свой путь, не участвовая и не прыгая из одной крайности в другую крайность, потому что именно это мы читаем здесь, мы читаем о крайностях. Говорит, предоставь, пусть мертвый это делает. Ты иди, благовестный Царство Небесное. Пусть мертвый занимается мертвыми делами. Есть что-то большее. Разве Иисус этим хотел сказать, что бросать своего отца, пусть он там сдохнет, да, никто ему не поднесет стакан воды, он там умирает, может быть лежит, да, лежачий и так далее. Нет, не об этом говорит Христос, потому что мы читаем, что тот, кто своим, там, своим близким или родственникам, своим, не помогает, тот хуже, тот хуже вообще, да, не печется близких своих, хуже неверных, то есть имеется в виду как язычников. Поэтому есть определенные ответственные, которые мы вбираем. Вот такое же напряжение, которое, да, я постарался вот в слове до вас донести, что самое главное вы уже совершили, если вы христиане, вы приняли Христа. Так вот еще одно напряжение, которое я хотел бы в духе, в атмосфере христианской жизни снять, это великая какая-то миссия. То есть она почти такая же, да, что мне какая-то вот миссия, я должен что-то совершить. Самое большое, что можно совершить, будучи, если ты уже женат, это быть женой. Это твоя миссия. Если ты уже женат, и у тебя есть жена, то твоя миссия это быть мужем. Если у тебя есть родители, да, значит твоя миссия быть сыном. Если у тебя есть дети, значит быть отцом, быть матерью. Вот твоя миссия номер один, Богом заложенная в тебе. Если ты ее будешь пренебрегать, даже не думай, что ты как что-то еще с неба сорвешь, а какая-то сверхъестественная миссия. Если ты здесь не преуспеешь, быть хорошим дедом для своих внуков, быть прадедом для своих правнуков. То есть вот она миссия, которая начинается в первой. Хорошей быть подругой, да, каким-то своим подругом. Хорошей быть сестрой во Христе. То есть вот откуда начинается миссия. И это первое. Потом уже все остальное. Поэтому сначала самолеты, потом уже девушка. Девушка. Еще другой сказал, то есть нашелся еще один там в очереди. Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Я вот про себя думаю. Слушай, пойди простись, потом приди и скажи, буду следовать за тобой. То есть вот что это, вот откуда песня, откуда ноги растут? Что за вступление такое? Господи, да я за тобой. Да я пойду. Да вот мы сейчас, мы спасем. Вот здесь сказал уже про Москву. Сейчас, знаешь, мы приедем, сейчас Эстония будет спасена. Я когда слышу такие фразы, я боюсь вообще этих людей слушать. Какого-то до них никто здесь ничего не делал, ничего не совершал, никого никогда не спасал. Говорит, но, ну ты прежде вот, как бы, ну, немножечко мне осталось, разреши, я сбегаю, прощусь и тогда побегу. Зачем вот этот концерт делать перед всем? Ну, перед этим, первым парнем, перед вторым. Похоже, там еще какая-то публика стоит рядом. Почему вот это как бы, ну, ведь то, что ты должен был бы сделать, есть вещи, которые ты должен сделать тайно. Зачем это афишировать? Зачем об этом кричать? Иди сделай то, что можешь. Пусть левая рука твоя не знаешь, что делает правая, когда говорит Слово Божие о благотворительности. Сделай, Бог видит еще, так и он воздаст тебе явно. Я пойду, я сейчас вот, я только прощусь с ними. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руки свои на плуг и озирающийся назад, не благодежен для царства небесного. Очень интересная, жесткая, такая просто небесная фраза, которая может быть откровением для многих стала, или многие, может быть, сбирались на эту гору, может быть, сбираясь, падали, может быть, умирали там. Но Иисус и сегодня говорит о том, что если ты уж назвался груздем, то не вылезай из лукошка. я бы просто перефразировал эту фразу. То есть, если ты уже возложил руки на плуг, то не озирайся. То есть, оставайся верным. Пусть никто и ничто не собьет себя с фокуса, что Иисус есть Господь. Мы в Него уверовали. Мы не уверовали ни в церковь, ни в людей, хорошие, ни плохие, просто замечательные, прекрасные. Мы последовали за Господом. Он Господь. Он Болец. Он блеститель мира и души наших. Поэтому возложившие руки уже не озирайся. Почему? И борозда будет кривая, поранишься, ну и смеха может быть много со всего этого. И еще один стих в конце. Это Евангелие от Матвея 4 глава 17 стих. Это после произошло после того, когда Иисус вышел из пустыни, где Он был искушаем от дьявола, прошел свои определенные испытания, введен был Духом Святым в пустыню, а испытаем был от дьявола. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить после того, когда он вышел, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И дальше маленькая снова история. Проходя близ моря Галилейского, он увидел двух братьев Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они оба были рыболовы. И тогда он говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человека. Они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. встанем по-мною. Отец, я хочу поблагодарить Тебя за прикосновение неба. Я благодарю Тебя, что Слово Твое делает Твой труд внутри нас. И то, что я не договорил, договори Духа с Вятыми. И пусть наши духовные глаза будут всегда открыты, чтобы видеть Тебя. А духовные уши, чтобы слышать Тебя, своевременно быть где нужно подрезанными, где нужно направленными, утвержденными, ободренными, укрепленными, Господи, тобою, в Тебе, для Тебя и через Тебя, как и Ты через нас. Ты вошедший, Ты предложивший нам свою трапезу, и мы, вкушающие от трапезы Твоей, Господи, можем поделиться ее с другими. Хочу благословить собрание, благословить, Господи, поздравить еще раз с четырьмя годами Твоей вилности, Твоей благодати здесь, благословить всех прихожан, благословить всех жен церкви, всех братьев, сестер, все, что Ты хочешь совершить, пусть свершится. Благослови всех тех и подкрепи на пути возле своего потока во имя Иисуса, всех тех, которых Ты послан, всех тех, кто пошли за Тобой, всех тех, кто возложили руки свои на пол и не оборачиваться. А другим, Господи, дай сил, мудрости, понимания, смирения и покаяния, покаяться пред Тобой, обратиться и снова сходить вместе с Тобой на ту гору, на которую Ты открыл вход посредством Христа, на Твой сион, в котором мы все, Господи, соберемся, все собираемся в Твою одну большую благодатную и благословенную семью в Царстве Небесного. Аминь. Благослови Господь, присаживайся. Живи Господь. Спасибо Вам за слово. Такая мысль, что главное можно в своей жизни сделать. Друзья, у нас сегодня два таких события хороших братьев жертвы и рождение церкви. Прекрасный стол. И правда. это, конечно, результат сеяний. Это физическими ночами прекрасные плоды, собранные вовремя. Это, как бы, физическая работа сеяний жад. Как бы, занимаюсь огородом, я тоже весной сажаю семечки, саду и, конечно, осенью ожидаю жад. Жад. И я сажаю весной и наблюдаю огородный календарь, я смотрю, когда можно сажать там новолуние, полнолуние, что растет вниз, что растет вверх. Это очень важно, чтобы было урожай. и нам сегодня четыре года день рождения церкви. Это тоже своего рода жадва. И Бог Михайлов в своем свидетельстве затронул это момент, что мы тоже посеяли четыре года назад вот эти семена два альфа-курса, два курица, ноль-один. И вот сестра Лидия в отце этого альфа-курса к нам пришла. Брат Иван, сестра Света Насибулина, который уже в местности, но тем не менее они пришли к нам с альфа-курса. И сеяние духовное, оно не предусматривает, смотри, на новолуние, полнолуние. Можно каждый день сеять, многотично. И вспоминаю эту притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять. И там не сказано, что это было весной. Там показано четыре почвы. Вышел сеятель сеять семя свое. И потом ученикам сказали, что это Слово Божье. Так что Слово Божье мы можем в любое время сеять, несмотря на эти полнолуния новолуния. И слава Богу, что это семя у нас проросло, и мы сегодня в Доме Божьем и стараемся служить. Вот Валентина с акцией милосердия к нам пришла. Это тоже мы делаем дела добрые, милосердные. И люди приходят. Слава Богу, сегодня мы будем финансово Господа почтим нашу любовь к Нему. Можно все гостей. Во время сеяния хочу напомнить, что последний мы собираемся на разбор слова. Технице молитвное собрание. христиане христиане Он нас делал родители, он нас делал друзья, и дал нам новое имя. Друзья, простите, я благословю ваши финансы. Простите, что я немножко голосом не могу, Господи, с собой. Господи, благодарение за здоровье, которое это даёт, Господи, я верю в восцеление. Благослови эти финансы во имя Иисуса Христа, Господи. Мы Тебя благодарим и подтверждаем нашу любовь к этим сеям, Господи. И, конечно, ждём Господи и жертвы, Господи, во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы были покрыты наши проекты, наши считательства, были оплачены во имя Иисуса Христа. Аминь. Я и меня, что я спасён, я и меня, что я изделён, Верю я, что кровь Христа омыла меня. Верю я, что я спасён, верю, я убеждён, Верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что я спасён, верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что я спасён, верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что кровь Христа победу принесла. Верю я, что кровь Христа победу принесла. Сегодня он с нами, мы лично хотим поздравить его, да, помолиться, благословить. Пожелать вам условия, любви, радости, крепости. Давайте в простые руки помолимся. Влагословим Баскута. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Великий Божий. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать, наш Иисус, за то, что мы во Христе Иисусе все, братья и сестры, за то, что мы во Христе Иисусе имеем эту любовь друг к другу, имеем это уважение, имеем это почтение, имеем возможность, Господи, молиться друг за друга, благословлять именем Твоим Господь друг друга. Пусть будет явлена Твоя милость, сила, слава, любовь, мудрость и благодать на служителях, на пасторах, на этом братье-человеке, Господи. Пусть будет явлена Твоя сила и слава во имя Иисуса Христа. Мы благословляем уход и выход, мы благословляем Великого Божия во всяком месте, на всякое время, чтобы явлена была Твоя защита, ограда и Твоя любовь, Господи. За все мы Тебя благодарим, славе и проградим, во имя Иисуса Христа, мы молимся, благодаря нашего Бога, Отца, Сына и Духа Своего. Аминь. Будьте благословлены к вас. Спасибо большое. Я хотел бы помолиться за исцеление сейчас. Если у вас головные боли в залпыночной части, если у вас болит правый локоть и коленях есть боли, просто давайте все склоним свои головы, помолимся. Я никого вызывать не буду, чтобы здесь толпучка не устраивает. И, может быть, есть какие-то трудности и какие-то, может быть, заболевания в вашем теле, которые я не назвал. Просто прямо сейчас, если это возможно, подложите сверху на это больное место и помолимся. Если у вас их несколько, подложите на сердце. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я хочу молить Тебя и просить Тебя за исцеление по завету Твоему, который Ты заключил с народом Своим. Во имя Иисуса и по ранам Иисуса Вы исцелены. Я продолжаю это исцеление. Примерно сейчас я приказываю всяким суставам, всякой боли в суставе уйти, во имя Иисуса, исцелению произойти, так же, как головные боли, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Господи, и прикасись. Ранам Иисуса, и по ранам Иисуса, и по ранам Иисуса Господи, и не буду здоровы. Я освобождаю эту силу. Исцеление на основании Слова Божьего. Во имя Иисуса Христа, будьте исцелены. Дорогие друзья, не расходитесь. Здесь у нас кофе, чай, общение. Сейчас Ашеру помогут убрать ступчики, поставить в столики. Есть возможность остаться, общаться за круглыми сантиметиями.